Так, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Киева! Теперь я в Киеве. Вчера прилетел из Израиля и место меняется, меняется окружение, а внутри остается, должен оставаться, должен оставаться что-то неподвижное, такое стойкое, стабильное. И вот это стойкое, стабильное, неподвижное, что остается внутри, и это Тора, это мировоззрение, при котором у мира есть хозяин, который управляет миром, на него можно положиться, он не все ты должен сам себе думать, как у тебя жизнь получится, даст Бог день, даст Бог пищу, всевышние ночи, когда человек спит, он же нас сохраняет, человек же не думает, как дышать там все, а дышит. Так же и днем, человек все время думает, как бы ему там что-то вымутить себе, и если он идет против воли Всевышнего, то он как плюет против ветра, знаете, есть люди, которые всю жизнь плюют против ветра, а потом они и все время говорят, мне не везет, вот мне не везет, знаешь, и смотришь и думаешь, ну когда же ты поймешь, что это не везет тебе, а конкретно тебе подвозит то, что ты вчера выдал, так оно тебе сегодня подъехало как раз, да, это не то, что не везет, а конкретно причина следственной связи. К сожалению, большинство людей не понимают и всю жизнь обвиняют кого-то в своих проблемах, не понимая, что есть единственная причина всего, что происходит в жизни у человека, это он сам, его мышление, его мировоззрение. И каждый сам человек продукт своего мышления и продукт своего мировоззрения, и вся его жизнь это следствие его мышления, следствие его мировоззрения. Есть проблема вовне, значит исправь себе какой-то проводок, какое-то убеждение, какой-то принцип, какое-то правило, по которому ты живешь. И все-все снаружи оно постепенно тоже под это подстроится. Поэтому мы изучаем Тору, изучаем те правила, которые дал нам Бог. И как раз, как раз об этом и Любович Стеребы сказал сегодня, вот он на этот отрывок сегодняшний, он сказал такую вещь, мудрость Торы на каждый день. Называется как раз его вступление в сегодняшний отрывок «На Бога мы уповаем». Уповаем это, имеется в виду, полагаемся. Значит, откуда он это видит? Мы вчера читали, что Яхэвет, мать Мошерабену, она положила его в корзинку и отправила в реку Нил. Говорит, все, как Всевышний сделает, так и будет. И оказалось, как Всевышний все сделал, что дочка фараона, которая вытащила корзинку, она выбрала кормилицей, мать как раз, Яхэвет, и она за деньги его выкармливала. То есть, если бы у нее ребенка нашли, его бы убили египтяне, а так как его взяла из реки дочка фараона, то она вернула его обратно и египтяне не трогали. Значит, и дальше она его выкармила, и он перешел, перешел он к, во дворец. Тут интересно, что вот здесь пишет Любович Стереба, что он до 12 лет жил в доме у мамы. Я не помню откуда, но мне кажется, я слышал там до трех лет, видно, есть разные мнения. Теперь смотрите, интересно, когда есть у человека его генетика физическая, и эту генетику физическую его можно тренировками, например, и так далее. О, все, была проблема с беспроводным подключением, но мы ее победили, мы ее победили, перешли на ЛТ, надеюсь, что сейчас видно хорошо, и вернутся все, кто отпали. Видно, зависла картинка, и многие завис, развис, видите, пишется, отпал прямой эфир, но он вернулся, все, все вернулись, молодцы. Да, всем шалом, ну, надеюсь, что сейчас все вернутся. Значит, на этом месте мы увидели, что фараон надеялся, что получится у него перевоспитать Маше Рабейну и сделать из него настоящего египтянина. Но мы видим здесь, мы видим здесь, что дальше к чему, как развивалась история. Маше Рабейну, он стал управляющим у фараона, то есть он был очень талантлив, у него была генетика Авраама, Ицкака и Якова, то есть генетика Йосефа, то есть он был очень сообразительный такой, да, генетически, и он у фараона стал одним из главных в его команде. Теперь, но когда он вышел и увидел, увидел, как бьет египтянин еврея, он за него заступился и убил египтянина. И здесь вот говорит Любавич Стереба интересную деталь, я никогда не видел такой комментарий. Он говорит, что Маше не надо было его убивать, он должен был положиться на защиту Всевышнего. Он должен был в этот момент подумать, что Всевышний... Очень странный комментарий, потому что, ну, никогда я такого не слышал. Прямо он пишет так. Маше должен был положиться на защиту Всевышнего, но не сделав этого, лишился ее. Поэтому фараон узнал о случившемся и приказал казнить Маше. Если бы Маше был бесстрашен, фараон ничего бы не узнал. То есть, в какой момент Маше Робейну не положился на Всевышнего, или в момент, когда он должен был не убивать египтянина, или же наоборот, когда он его убил, непонятно мне этот комментарий, непонятен. Но Ребе говорит следующую вещь, что нужно полагаться на Всевышнего. Теперь, очень это тонкая такая вещь, знаете, как сразу всплывает известная народная мудрость, «На Бога надейся, а сам не плашай». И всплывает история, когда было наводнение, один человек залез на крышу дома, и ему люди в лодке проплывают, говорят, поплыли с нами. Он говорит, я полагаюсь на Всевышнего, он меня спасет. Потом за ним уже прилетает вертолет, говорит, мы за тобой спасать тебя. Он говорит, мне не надо, я полагаюсь на Всевышнего, он меня спасет. И вертолет улетел, и он утонул. И когда он утонул, значит, когда он утонул, он на небе задает вопрос, говорит, а что же вы меня не спасли? Ему на небе отвечают, как тебя не спасли? Тебе лодку посылали, тебе вертолет посылали. То, что ты не захотел принять помощь, это ты, значит, сам себя убил, так ему сказали на небе. И здесь непонятно, вот это вот мера, в которой человек должен полагаться, или же, если он говорит, я сделал, значит, это он себя обманывает. То есть, все, что сделано, тут нужно сразу говорить, что все, что сделано, уже это сделал Всевышний. Вот тут тоже, всем спасибо, всем, кто поддерживает платформу ВАИКРа, лекторов. И это очень важно, мы вместе у нас, мы как партнеры, да. Сегодня, например, я утром во время утренней молитвы, один человек летел делать заповедь Бекур Халим, проведывать больных. Я подумал, я не могу сейчас никого проведывать больных, но я ему дал немного денег и сказал, мы с тобой партнеры в том, что сейчас ты выполняешь заповедь Бекур Халим. Он говорит, все, мы партнеры, и получается, что мы как будто бы вместе проведали больных. То, что вы сейчас поддерживаете платформу ВАИКРа, это мы вместе, вот вся заслуга от изучения Торы, добрых дел потом, которые из этого следуют. Это все на тех, кто поддерживает ВАИКРа. Мы партнеры. Спасибо огромное. Двигаемся дальше. Значит, начнет полагаться на Всевышнего. То есть, если человек что-то сделал и говорит, это я сделал, это точно против Всевышнего. Нужно сказать, что слава Богу, Всевышний дал мне силы, это сделал Всевышний, я был только его проводником. Тут однозначно. Но вопрос на вперед. Если мне нужно что-то делать, я говорю, я ничего делать не буду, Всевышний сделает. Здесь, смотрите, если человек говорит, я ничего делать не буду, как я понимаю, я сейчас говорю только свою точку зрения. Если человек говорит, я ничего делать не буду, значит, ему не надо, просто ему не надо. Потому что с действиями человек показывает, насколько ему нужно, но он знает по ходу дела, что это Всевышний все делает. То есть, вот тут я за такой бетахон. Ну, это отдельная тема сейчас. Хорошо, читаем недельную главу. Значит, было в эти дни, и вырос Моше. Как все прямым текстом написано, давайте посмотрим. И было в эти дни, в дни, когда было рабство, вырос Моше, и вышел он к своим братьям, и тут он видит их страдания. Он рос во дворце, известная история, ее про Будду рассказывают потом, да, ту же самую историю. Говорят, что буддисты, да, буддисты, они же из Индии, ну вот из Индии, вот с всех краев, с Востока. И у них главные, главные это брахманы. Брахманы это как потомки Аврагама, оно одинаково звучит, которые пришли в Индию. И у них очень там есть похожие вещи стороны. В общем, Моше Рабейну, молодой принц, воспитанный во дворце, дочка фараона, вышел, и тут он увидел, как страдают его братья. Евреи в рабстве вообще полностью, в угнетенные. И тут он видит, что египтянин бьет еврея из его братьев. Значит, увидел он это в АФНКОВКО, и он, написано, оглянулся, посмотрел он туда и туда, и увидел, что нету человека, и ударил он египтянина, и спрятал его в песке. Значит, объясняет устная Тора, говорит, что он посмотрел туда и туда, он был пророк, и он обладал невероятным, то есть он выучил всю египетскую магию во дворце, и он получил все, что предание от Авраама, Ицкака и Акова, то, что он получил в еврейском доме у своего папы. И он знал вообще полностью, то есть он видел реальность совсем не так, как его видим мы. И когда он посмотрел туда и туда, он увидел, что у этого египтянина не было в прошлом ни одного доброго дела и никаких заслуг, ни у него, ни у его предков. То есть он был такое порождение зла, знаете, маньяк такой в поколениях. И он посмотрел в другую сторону и увидел, что из него ничего хорошего не выйдет. То есть каждый же человек это как звено в цепочке поколений, и мы все получаем какую-то заслугу своих предков, или бывает расплачиваемся за что-то, что предки сделали, то есть какой-то темный след на вот этой духовной карме. Но в то же время мы как бы звено, и у нас могут наши дети, правнуки и так далее, они могут делать что-то хорошее. Так Машер Абейну посмотрел и туда, и туда, и увидел, что нет ни одного человека там. То есть того, кто мог бы назваться человеком, там никого не было. И он ударил этого человека Мицри, и он умер и спрятал его в песке. В Айцебайо Машини вышел он во второй день и увидел, что два человека, евреи, ссорятся. И сказал он злодею, одному из них, Зачем ты бьешь ближнего твоего? Зачем ты его бьешь? Машер Абейну спросил. Вот здесь, сейчас мы увидим интересную вещь. Вайомер, и он ему сказал, а кто тебя поставил человеком над нами, да, что ты будешь нас судить? Или ты хочешь меня убить так же, как ты вчера убил египтянина? И испугался Машей, и сказал, а, говорит, поэтому понятна теперь вещь. Стала известна мне вещь это, да, так дословно в Торе написано. Значит, первое, что мы отсюда видим, что если они знали, что он убил вчера египтянина, значит, слова «посмотрел туда и туда» это не являлось физически «посмотрел туда и туда». То есть, это он, он действительно смотрел духовным взглядом, хотя, хотя нет, хотя нет, точно. Устная Тора нам сообщает, что тот, кто сейчас два вот этих было злодея, тот, за кого Машер Абейну заступился, это был как раз тот, которого он спас вчера. Тот, которого он спас, египтянин бил еврея, он египтянина убил, и на следующий день он приходит, видит этот же еврей, которого он спас, уже он спорит с другим, или, я не помню, или его били, или он бил, но когда Машер Абейну заступился, то тогда они сказали, а кто тебя над нами поставил, или ты нас хочешь убить? И тогда стала ему понятна вещь. Что ему стало понятно? Ему стало понятно, почему евреи находятся в рабстве у египтян. Ему стало это понятно, и он понял, что, чуть-чуть уйдем по истории вперед, за что был разрушен второй храм. Второй храм, причина называется, главная причина, почему был разрушен второй храм 2000 лет назад, за беспричинную ненависть друг к другу. То есть, когда люди, да, они друг друга ненавидят, беспричина, то есть, дерутся, бьются, ссорятся, у них нет шалома, то тогда они создают такую реальность, что на них приходят внешние враги, то есть, начинается разрушение. И когда евреиский народ во времена второго храма, они начали друг с другом воевать, ссориться и так далее, тогда пришли римляне, и они уже разрушили и разрушены, а уже было, в духовном плане храм уже был разрушен. И здесь точно так же Машер Абейну стала понятна вещь, то есть, он, значит, прямо Раша здесь пишет, он пишет так, «Мне стало понятным то, чему я удивлялся, чем сыны Израиля провинились больше всех семидесяти наций, чтобы их порабощали тяжким трудом. Ну вот я вижу, что они заслуживают этого», так говорит Раша, это то, что сказал Машер Абейну. То есть, то, что они друг друга уничтожают, это является причиной того, что пришли внешние враги. И здесь то же самое, когда вы знаете, такая вещь интересная, когда человек внутри себя, он себя ненавидит, то понятное дело, что у него случаются всякие в жизни неприятности. Когда у человека внутри вот эти вот такие вибрации, злости, ненависти и так далее, то тогда внешний конфликт, он придет обязательно. Если люди конфликтуют, вот столько в жизни зла из-за вот этих вот споров, конфликтов и так далее. То есть, Машер Абейну это увидел и что? А дальше разворачиваются события очень быстро. И узнал Паро о том, что случилось. И он приказал убить, казнить Машер. Значит, все это, Машер Абейну понял это все, они все-таки пошли на него, настучали. Он, значит, фараон приказал его убить, он убежал. И убежал Машер от Паро. И потом он оказался в земле Медьяна. И пришел он к колодцу. Вот здесь пропущено очень большой отрывок времени. Потому что между тем временем, когда он убежал из Медьяна, это было ему 20 лет, и он убежал от Паро из Египта, ему было 20 лет, и пришел в Медьян. И прошло уже где-то около, ну, не менее 40 лет. Есть устные предания, что эти 40 лет он был в Африке, как сейчас тоже много есть израильских специалистов, израильских советников, которые советники разных царей, там, не царей, разных президентов, в Африке, в Анголе, там, и так далее. И Машер Абейну. Машер Абейну, он лет, больше 40 лет он был в Африке, но в Торе про это не написано, это только устные предания остались, потому что этот период жизни, как-то он, ну, видно, не имеет для нас значения. Письменная Тора его пропускает. И в устной очень-очень мало про этот период. И сразу мы приходим к тому, что он перешел в землю Медьян, и сел он возле колодца. Значит, почему он сел возле колодца, кто знает? Очень просто. Главный закон Торы, по которому, по которому вот мы все учимся. Дела отцов – знак для сыновей. То есть мы смотрим, как прожили свою жизнь великие люди Авраам, Искак, Яков. И мы всю книгу Берешит, всю первую книгу Торы, мы учили прям в деталях о их жизни. Для чего? В современной психологии это называется моделирование. То есть мы все стали в какой-то момент, ребенок, как он развивается, он смотрит, что делают его родители. Не обязательно, что они говорят. В основном он смотрит, что они делают, как они ведут, как они эмоционально реагируют, как они взаимодействуют друг с другом, с людьми. И каждый ребенок, он моделирует, то есть его личность формируется под влиянием тех людей, которые его окружали. И в конце, не в конце, где-то лет, это там к 15, к 16, потом к 20, появляется такая модель, копия, которая собрала от своих родителей все, что в них было. Причем, вы знаете, больше всего запоминается самое плохое. Вот если вы обратите внимание, то все негативные конфликты, разговоры, события, проблемы, они занимают большую часть мышления. То есть если у человека есть какая-то проблема, то он будет ее прокручивать, прокручивать, прокручивать много раз. Если его кто-то обидел, он себе раз, второй, третий, десятый, сказал, сказал, сказал. То есть на ребенка больше влияют негативные стороны его родителей, чем позитивные. И получается, рождается ребенок, и у него внутри он прям запрограммирован, как модель своих родителей в худших их проявлениях. чаще всего. Получается, ну что делает, что нам говорит Тора? Тора нам говорит, должен ты утром вставать и задавать себе вопрос. Матай, ягию, маасай, ли маасе, вотай. Когда достигнут мои дела, дел моих праотцов, имеется в виду Авраама, Ицкака и Якова. Прямо Рамбам пишет, чтобы не ошиблись, а именно пишет Авраама, Ицкака и Якова. То есть надо себя спрашивать каждое утро. Получается, Машер Абейну, когда он пришел, он воспитывался не в еврейской среде, он не знал, как и что делать, и он пришел к колодцу. Почему он пришел к колодцу? Потому что, когда пришел Элизер, раб Авраама, искать Аврааму, Ицкаку, искать жену, куда он пришел? К колодцу. Когда Яков пришел искать себе жену, куда он пришел? К колодцу. Машер Абейну, куда пришел? К колодцу тоже. Пришел он к колодцу, значит, И дальше идет такое отступление. В Торе говорится нам такая информация. У Койна, Койн это переводится священник, слово. У Койна Медьяна, страны Медьян этой, было семь дочерей. И пришли они для того, чтобы напоить скот. Скот своего папы. И пришли другие пастухи, и их выгнали. И поднялся Маше, а Маше за этим наблюдал. И он их спас. Он на этих пастухов, он был, видно, спецназовец какой-то и так далее. Он, значит, на этих пастухов, он им говорит, в общем, как-то он с ними разобрался. И напоил скот этих дочерей пару. Значит, что мы видим? Смотрите, три упоминания есть про Маше Робейну. Последние, которые были в этой главе. Первое упоминание. Он вышел, заступился за еврея, убил египтянина. Второе. Два еврея дрались, он заступился за слабого. Третье. Он увидел, как пастухи медьянские обижают девушек, и он заступился за девушек. То есть, Маше Робейну, он был такая личность, что он все время заступался за слабого. То есть, у него, он был небезразличный человек, такой лидер. Он брал на себя ответственность. И он, значит, на этих пастухов, он сказал им, что они некрасиво себя ведут. Как-то он им это объяснил. Напоил скот. И пришли эти девушки к своему отцу Риуэлю. А кто был их отец, вот этот священник? Он был коин в этом месте. И он изучал все и дало поклонство мира. И трое его звали, да. У него было семь имен. Одно из них и трое. И он, значит, когда он изучил все и дало поклонство, как Авраам, он понял, что есть единый Бог. Что есть единый Бог. И он сказал, больше служить идолам не буду. А все вот эти вот медьянцы, да, они говорят, как не буду? А вот эти все идолы наши, а вот этот идол, а вот этот идол, а Нептуна праздник. Мы что, больше не будем праздновать День Нептуна? Они спросили. Он говорит, нет, не будем праздновать День Нептуна. Они говорят, уходи, нам не надо. У нас есть наши традиции. Мы будем и Перуна праздновать, и Нептуна, и католическое, и такое Рождество, и такое. И все мы будем праздновать. Праздните. Значит, мы верим во все, они сказали. А он говорит, а я верю в единого Бога. Они его выгнали. И как раз, когда дочки его пришли, он им говорит, а что это вы так рано пришли? Они ему рассказали всю историю с Маше, и он говорит, значит, приведите его точно, приведите его сюда. И Тро позвал Маше Рабейну. И, значит, Маше Рабейну женился на одной из его дочерей, которую звали Цепора. Маше Рабейну женился на Цепоре, и родился сын. И назвали сына этого Дершом. Значит, Дершом переводится, потому что пришельцем был я в чужой земле. Маше Рабейну всегда чувствовал себя пришельцем в чужой земле. Это очень интересная вещь. Я когда-то обратил на это внимание, что три самых великих знаковых фигуры, которые повлияли больше всего на такие трансформационные переходы еврейского народа, они все были или сироты, или воспитывались без родителей. У них были у всех, они были именно те, кто сами себя создали. Авраам Авину ушел от отца Авраам, полностью отказался от всех убеждений, верований, которые были у него в семье, в земле, в городе. И он был первый еврей, и он нашел путь ко Всевышнему. Но он ушел из своей семьи, от отца. Дальше, Маше Рабейну, его мама отправила, то есть мама была кормилица, но воспитывался он все равно как египтянин. И третий, это был царь Давид. Царь Давид, его отец думал, что он незаконно рожденный, и он жил, отдельно его отослали на дальние пастбища, он был пастух, и сам он там на пастбищах этих воспитывался и рос. И вместе это сокращение Адам. Авраам, Д, Давид, М, Моисей. Адам, человек. То есть человек, если у него тяжелое, как говорил царь Давид в Псалме, он говорит, «Я ви во имя завуни», «Папа и мама меня оставили». «Вэ ашем я асфене», «Бог меня усыновил». То есть человек, которому не на кого положиться, у него нет вот этих моделей родителей, на которых он мог бы положиться, тогда он находит опору во Всевышнем. И он зацепляется за Всевышнего и выстраивает себя уже по... Ну, как Бог его папа, грубо говоря, да? В общем, дальше последнее, то, что мы сегодняшний отрывок заканчиваем. Родился сын, назвали его Дершом, потому что пришельцем я был в чужой земле. И было в эти дни, значит, умер царь Египта. И устная тора нам говорит, он не умер, он смертельно заболел проказой. У него была проказа, он начал гнить. И он начал купаться в крови и врезать их детей. Их прямо брали, резали, наполняли ванной. И он там в этих ваннах лежал, думал, что ему это поможет. И в Ваянху гне Исраэль. И написано, они вздохнули уже это все, последнее у них было издыхание. И в Аиза Аку. И начали они так кричать Всевышнему, что все уже. В это Альшаватам. И поднялась тогда. Они так молились, так взывали, что вознесся к Всевышнему их вопль. И что? И написано, Ваишмайла им. И услышал Всесильный их крик. И вспомнил он свой завет с Аврамом, Скаком и Яковом. И увидел Всесильный сынов Израиля. И познал, написано, Всевышний. То есть здесь очень-очень, мы видим опять же схему. Когда еврейский народ был в изгнании, то вначале было плохо-плохо-плохо. Но изгнание не заканчивалось, не заканчивалось, не заканчивалось. Потому что еврейский народ все время находил, чтобы тут чуть лучше, тут. Но не было вот этого вот крика к Всевышнему. И изгнание продолжалось, продолжалось до того момента, когда... И что было? Было ужасно. В тех местах, где евреям давали равные права, они растворялись. Они оставляли Всевышнего. Во Франции, в Германии была вот эта вот, как называется, оскала просвещения. Да, типа мы будь евреям дома, немцам на улице. Потом все, будь немцам и дома, и на улице. И, в общем, еврейский народ отходил от Всевышнего. И единственное, что заставило вернуться и закричать так же, как в Египте, это наступила катастрофа. Катастрофа, все, вот тогда все уже... Это надо представить, насколько молились, кричали, плакали, умирали в этих концлагерях, где убили 6 миллионов евреев, Бабий Яр и так далее. И вот то же самое, как было здесь. Когда уже начали резать детей в рабстве там, тогда написано, они уже на последнем издыхании вздохнули. Вас запили к Всевышнему, сказали, что нет у нас другого Бога, и никто нас не спасет, кроме тебя. Ваишмайла им, и услышал всесильный их крик. И, значит, как после катастрофы возникло государство Израиль, поднялся снова мир Ешив. На сегодня в Ешивах, слава Богу, учатся около миллиона, есть ортодоксальных таких евреев, харидимных, которые все соблюдают, все заповеди. Из 15 миллионов это немного, но это где-то около 10 процентов. Десятая часть на сегодня это ортодоксальные, которые все соблюдают. И где-то половина еврев на сегодня верит в Бога, соблюдает какие-то праздники, какие-то. И половина иногда соблюдает Йом-Типур, как минимум Йом-Типур соблюдают. И всего лишь есть где-то процентов 10 сегодня, которые забыли, что они евреи, забыли, что еврейский народ это рабы для Всевышнего, что мы не можем, у нас нет вариантов. То есть, вот как Бог нас вывел тогда из рабства и сказал, теперь вы народ священников, значит, народ святой царства священников, и рабы вы для Бога Всесильного вашего. Поэтому очень важно, чтобы все люди верили в Бога, соблюдали, потому что когда человечество отошло от Бога, был потоп. И очень важно, чтобы еврейский народ, который поклялся соблюдать 613 заповедей, чтобы все евреи соблюдали все заповеди, которые есть в Торе. Это большая ответственность, большая нагрузка. И тогда будет все хорошо, придет Машех. И, значит, мы увидим самый светлый, самый добрый, самый красивый мир. В котором все будут любить друг друга, помогать друг другу, любить своих жен, своих детей, своих родителей, своих друзей, все окружение. И будет тогда все отлично. Все, всем удачи, успехов и прекрасного дня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok